Всемирный день донора. Еще один повод совершить благое дело. О том, как же просто делиться жизнью, показали на личном примере представители органа власти. Масштабная акция развернулась на территории Брестской городской поликлиники номер 2. Поддержали благое дело заместитель председателя Брестского облсполкома Геннадий Борисюк, начальник главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома Виктор Михайловский и главный санитарный врач области Елена Ильяшева. Добровольно и безвозмездно. Сдача крови это прежде всего помощь людям. И то, что мы активно это пропагандируем, то, что помогаем, это, наверное, без сомнения важно, нужно и это нужно поддерживать. По этому году мы уже 330 тысяч сэкономили. Планируем за эти деньги купить три аппарата, прототипных УЗИ аппарата, которые будут в Бресте, Бараноча, Пинске, межрегиональных центров. И они будут их использовать при обследовании пациентов, при выезде в районы. Для того, чтобы приблизить помощь ультразвукового обследования в тех районах, где это, скажем, более проблематично. Также мы планируем еще по этому году эндоскопическое оборудование закупить. То есть все деньги, что мы экономим, мы стараемся купить оборудование, которое потом оказывает помощь всем людям в нашей Брестской области. К процессу безвозмездной донации подключились представительницы Белорусского союза женщин. Вообще, Брещан неравнодушны к судьбе и спасению жизни других людей. Очень много. Широкомасштабная работа по безвозмездной сдаче ведется во всех регионах области и активно продолжается в настоящее время. Говоря о высоких процентах, мы говорим о том, что это большое количество спасенных жизней. Ведь кровь в первую очередь нужна для родильных отделений, хирургических отделений и, в принципе, направлена на спасение жизни каждого человека. В преддверии празднования Всемирного дня донора на базе Брестской областной станции «Переливание крови» состоялось чествование знаками отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Почетный донор». Высокого звания удостоились 15 человек безвозмездных дарителей, людей, чья главная жизненная позиция – не оставаться в стороне от чужого горя. Благодаря таким, как они, спасенных жизни стало больше. Чествовать обладателей почетной награды пришли представители различных общественных организаций, среди которых были очень важные гости – рецепиенты жизни, здоровье которых напрямую зависело от донорской крови. Сегодня донорам крови от нашей организации хочется выразить огромную благодарность. Потому что мы, наше сообщество, практически все являемся рецепиентами переливания крови. Так как из-за нашей болезни нам многим и часто приходилось делать переливания. Для многих это было даже жизнь или смерть. Поэтому сегодня мы пришли выразить благодарность всем тем, кто дает нам возможность жить. Встреча не обошлась и без представителей Брестской городской организации Белорусского общества Красного Креста. Они пришли, чтобы поздравить доноров с получением почетного звания и вручить подарки. Одно из направлений Белорусского общества Красного Креста является пропаганда безвозмездного донорства. Мы вплотную занимаемся этой проблемой, потому что считаем, что есть доноры, значит и жизнь спасается чья-то. Сегодня Брестская область – лидер в области донорства. Но врачи подчеркивают, несмотря на большие запасы, необходимость в продуктах крови есть и будет всегда. На станции переливания ждут добровольцев не только в особенные даты, а каждый день. Для того, чтобы создать достаточные запасы крови для удовлетворения потребностей на переливание больным в больницах, в среднем должно прийти 60, 70, 80 человек и сдать кровь. Каждый день должны прийти. И каждый день, независимо от погодных условий, вот мне сегодня звонили, говорят, вот такая жара, вы там поедете кровь брать в пятницу. Вы знаете, к сожалению, больные ждут, больным нужно, поэтому у нас нет ни жары, ни холода, нас не останавливают, у нас идет планомерная, спланированная ежедневная работа по обеспечению запасов.